приветствую вас на канале покоритель бездорожья представляю шустрый обрезок от разработчика биг дабс 420 ребята из магазина дабсвилль нашли заброшенный тойота fj40 60-х годов прошлого века на свалке притащили его к себе в мастерскую отрезали от него все лишнее восстановили агрегаты механизмы и детали и получили вот такой интересный экземпляр давайте переместимся в тюнинг посмотрим его повнимательнее бак всего 60 литров но не спешите хмыкать посмотрим что нам предложит разработчик двигатель 4 литра в 8 вполне достойно коробки передач стандартная с открытыми передачами с очень низкими передачами и также с медленными передачами ну особенно мы с вами сейчас грузы таскать не собираемся так что оставим с открытыми передачами коробочку подвеска стандарт и лифтованные и естественные установим шины от 43 до 50 дюймов но естественно интереснее повыше резина и пожалуй вот такую с агрессивной боковиной как раз для грязи я и установлю лебедки в наличии стандарт дифференциал присутствует переместимся в дальнейшее улучшение но двери поскольку их нет ребята из дабзвилих естественно отрезали но надо хотя бы поставить вот такую небольшую перегородочку на уровне пояса водителя чтобы он у нас бедный не вывалился в результате испытаний далее смотрим что мы можем добавить ну вот устанавливаем естественно детали правда пока что нам они ничего не приносят но дальнейшие элементы в том числе топливный бак 250 литров здесь уже дополняется 250 единиц для ремонта и колеса аж целых 20 штук где мы их собираемся все протыкать я не понимаю еще смотрим детали для ремонта 600 нормально еще детали для ремонта так ну и опять детали для ремонта а где же топливо всего-то нам перепало 250 литров но неплохо уже 310 литров запасе есть шноркель стандарт и вот такой высокий конечно установим далее смотрим выбор можно тент чтобы солнышко голову не напекло но не интересно а вот каркас да вот этот воспользуемся и посмотрим что у нас а вот оригинально капот посмотрите его можно удалить ну раз уж ребята из дабсвилле взялись от него отрезать все лишнее давайте мы капот снимем облегчим заодно модель да и движочек посмотрим так здесь у нас все присутствует в наличии бампер но добавим как элемент пожалуй нет он испортит внешний вид слишком высоко торчит тем более что капота нет диски ну в этом варианте они лучше гармонируют ну и в покраске нужно выбрать что-нибудь поярче поагрессивней правда тут видите у нас мало чего осталось от кузова особо раскрашивать то и нечего но тем не менее пожалуй я вот установлю да ну вот этот вот яркий цвет ну и уже можем позволить себе покинуть гараж давайте посмотрим как это выглядит у нас часть оставшиеся от когда-то целого автомобиля от тойоты ну во всяком случае ребята поработали на славу понятно что тогда и движочек был слабенький коробочка ребята из дабсвиль модернизировали улучшили усилили кстати посмотрим как у нас тут движок смотрится вот пожалуйста все элементы можем разглядеть и водитель на нас поглядывает кстати парень то не по погоде одет зима все таки на улице с отоплением я думаю здесь полный швах вряд ли тут нормальная печка обеспечит но хотя бы ветровое стекло есть прикроет немножко от ветра как он зимой интересно умудряется сразу засыпать раз и задремал интересно давайте сядем посмотрим что у нас здесь в салоне ну естественно минимум приборчиков четыре штучки коробочка передач все понижайки тут все есть педальки но сзади смотреть особо не на что уже снегом припорошила наши инструменты и запасное топливо в канистре ну а так во всяком случае кузов покрашена изнутри в аналогичный цвет нормально весело смотрится давайте звуковой сигнал проверим у скромненько ну что вы хотели 60-е года прошлого века как минимум лет 60 наверно автомобильчику но вернее тому что от него осталось давайте заведем двигатель двигатель то звучит хорошо солидно весьма давайте посмотрим как это снаружи рвет конечно когти нам обороте ков дадим да ну что-то там дымит снизу но особо не видно ничего ну и ладно тут если остатки есть выхлопной системы то они минимальны давайте включим фары все-таки машина серьезная эх водителю там холодно ну ладно давай жми вперед погнали на испытание сейчас проверим как он тут на льду но вроде ничего хотя мы ставили то просто для бездорожья движок молотит нормально исправно колеса хороши конечно на таком обрезке смотрится весьма великолепно является одним из основных украшений данного экземпляра автомобиля вот нам движок пожалуйста во всей красе четырехлитровый вот пилит себе и пилит кстати мы можем подвеску давайте проверим подвеску у нас в максимальном положении колеса смотрится отлично смотрите как он весело пылит снегом а мы можем его водичку между прочим съездить да поскольку у нас шноркель достаточно высокий просто водителя жалко честно говоря он у нас комбинезон то не промокаемый не одел как-то вот не предусмотрительно он одет у нас и кстати не зря у него видите стоит тут защита дверей то можно вывалиться так ну и куда теперь поедет интересно наш водитель нужно пробраться как-то до побережью съезжает проскользнул как-то между скал ну давай посмотрим как это в водичку ой представляю себе температурка там какая опасный уровень но смотрите-ка рассекает весело лобовым стеклом только волна создает перед собой ой смотрите вообще ушел под воду ничего себе а как это интересно ну-ка сейчас посмотрим еще поглубже уже пошел урончик так давай давай выгребаем выгребаем берег в другой стране так двигатель глохнет эх испытание ну ладно сейчас посмотрим есть за что зацепиться тут какие-то деревца такие откровенно говоря чахлые тянет нормально ну ладно сейчас мы вытянем на берег так развернули немножечко да я уж думал у нас совсем прям подводная лодка нет увы так давай тут елочки все тут в округе за что есть нам зацепиться посолить нет все поломали ладно раз вы так то мы сейчас предпримем кардинальные меры так и наша задача рвануть с места давай 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 у нас хорошо что ремонтных деталей много вот смотрите уже перестал урон наноситься шноркель чуть-чуть шляпку свою показал все так что видите мы сами себя ремонтируем не зря там разработчик bigdabs 420 предусмотрел столько деталей зная о том что на таком автомобильчике мы наверняка будем гонять где-нибудь по склонам где будем урон получать или вот как я в данном случае мерить глубины ну а вот давайте посмотрим как он по снежочку тут не на снежочек ему нормально коптит себе коптит движочек такой невысоко оборотистый поэтому спокойно тянет а можно было бы и коробочки кстати поставить это я оставил средний вариант такой может был коробочки и более мощностные поставить ну мы с собой ничего не таскаем а вот между прочим обратите внимание сзади пожалуйста bigdabs как раз от магазина реклама и от разработчика bigdabs 420 заедем а вот урончик по подвесочке проходит поэтому до лишним не будет ну а так он вообще-то себя чувствует вот он ведь как подпрыгивает скребет достаточно устойчиво себя ощущает и воды не боится кстати о водителе я не подумал он даже без маски и без трубки но наверно дыхание затаил и ждет когда вынырнет автомобильчик вполне себе вот такой вот шустрый обрубок с возможностью путешествие пусть коротковременного под водой оригинально смотрится еще когда у нас яркая краска где-то там автомобиль едет по дну конечно опасно заигрываться с этим а то какие-нибудь там валуны упремся и опять движочек зальем вот сейчас непонятно да там наверняка какие-нибудь крупные валуны не дают выехать кстати а движочек у нас открыт видите у него шикарное охлаждение а сейчас еще помимо внутреннего водяного еще и внешнее водяное охлаждение правда мы и водители охлаждаем эх не предупредил я водителя чтобы одел что-нибудь непромокаемое отлично выгребает с такими колесами тут лодочка нам лодочка ни к чему мы и как лодочка можем себе позволить многое вот такой интересный обрубок тойота fg-40 облегченный укороченный и доведенный до совершенства мастерами из магазина дабсвиль оценивайте испытывайте попробуйте его с другими коробками передач вы были на канале покоритель бездорожья ой даже лодку упала от звукового сигнала я Алексей поддержите видео лайком до новых встреч а